Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем читать текст 1 глава Евангелия от Матфея, 25 стих, где говорится об Иосифе. «И не знал ее, то есть Деву Марию, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вот эта фраза «И не знал ее, как, наконец, по-славянски донди же, она родила сына своего первенца». И для кого-то возникает такое звучание, что как бы вот до рождения Бога-младенца не знал, а потом как бы познал. Но это очень ошибочно. Давайте посмотрим, какое объяснение нам предлагает святитель Иоанн Златоуст. Он пишет, это его Гамилия на Евангелие от Матфея. «Приняв же ее, не знал ее, донди же, то есть пока, она родила сына своего первенца. Евангелист сказал здесь донди же не для того, чтобы ты заподозрил, будто Иосиф после познал ее, но чтобы ты узнал, что Дева прежде рождения была совершенно неприкосновенной. Почему же, скажут, он употребил донди же? Потому что в Писании часто так делается. Это слово не означает определенного времени, ибо и о Ковчеге сказано. Ворон же не возвратился, донди же высохла вода». Это ссылка на Бытие 8.7. Хотя он и после не возвратился, также о Боге Писание говорит «от века и до века ты и си». Отсылка к Псалму 89.2. «Но тем не полагается пределов для Бога». И опять благовествуя и говоря Псалом 71.7 «Во дни его процветет правда, и будет обилие мира, донди же пристанет луна». Златоуста резонно замечает. «Тем не полагается конец для этого прекрасного светила», то есть для луны. Кстати, у порока Исаии сказано, что солнце в преображенном мире будет светить семь раз ярче, а луна будет светить, как солнце. Златоуст продолжает. «Так и здесь евангелист употребил слово донди же в подтверждение того, что было прежде рождения, что было после рождения о том, представляет судить себе самому. Что тебе нужно было узнать от него, то он и сказал, то есть, что дева была неприкосновенной до рождения. А что само собой видно из сказанного, как явное следствие, то представляет твоему собственному рассмотрению, то есть, что такой праведник, как Иосиф, не мог решиться познать деву после того, как она столь дивна стала матерью, удостоилась родить неслыханным образом и произвести необыкновенный плод». Конец цитаты. И в прошлой беседе мы вспоминали слова из книги Иезекииля, 44, 44 глава, 2 стих, где сказано о преснодевстве Девы Марии. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никто, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, они будут затворены». Это тоже о преснодевстве Пресвятой Девы Марии. Но есть очень интересное объяснение. Давайте вспомним контекст 25 стиха. Прочитаем 24. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». То есть он удостоверился словами ангела. И ниже. «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, а познал ее величие в день, когда она родила сына своего». Тут были великие чудесные знамения. Здесь и звезда приблизилась к месту его рождения. Здесь и пастухи пришли и свидетельствовали о явлении ангелов. Само рождение произошло, не разрушив девство Пресвятой Девы Марии. Об этом более подробно мы уже говорили. То есть он познал ее не в смысле, как мужчина познает женщину, а познал ее величие в чуде Рождества. Поэтому и сказано. «И не знал ее, то есть до конца не понимал, кто она такая, как, наконец, она родила сына своего». А здесь он уже преклонился перед величием Пресвятой Девы, которая рождает Сына Божия таким удивительным, чудесным образом. Само еврейское слово «познал» – даат, оно может означать совокупление, например, «познал Адам Еву». Но чаще в Священном Писании даат означает «познать что-либо опытно», как в случае с Иосифом, уже не только со слов ангела, но и самому убедиться в величии той, через которую Господь вошел в этот мир, как через ворота, которые остались закрыты для всех остальных. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok